Мы сейчас переходим к нашему заключительному докладу, и я бы хотела пригласить профессора Джеффа Либмана. Спасибо большое за приглашение выступить на вашем конгрессе. Я был у вас в Санкт-Петербурге, и я надеюсь приехать к вам снова в будущем. Замечательная совершенно встреча. Спасибо огромное за приглашение. Я буду рассказывать о прогрессировании глаукомы, а также о перфузе, о фенотипах, о фенотипах, которые мы видим при глаукоме. Вот раскрытие информации. Мы используем множество инструментов в наших лабораториях, поэтому нам требуется обширная поддержка. Вы уже слышали, что глаукомы – это прогрессирующая нейропатия зрительного нерва. И всё начинается с повреждения ГКС и повреждения аксонов на ляминокориброзе, там, где диски начинаются. Но, конечно, давление есть. Компоненты, зависящие от давления и независящие от давления в прогрессировании заболевания. Вот вы видите зрительный нерв. Вот здесь геморрагии две в диске. Это означает потеря полей зрения в будущем и повреждение оптического или зрительного нерва. Вот Вайнреп и Кхо опубликовали много лет назад вот эту схему, и здесь показаны все факторы, которые влияют, включая слой гонглиозных клеток, ляминокориброзу, повышение ВГД, генетические факторы, астроциты, иммунная дисфункция, провоспалительные цитокины. Но что важно, микроциркуляция на уровне ДЗН и перфузия глазного яблока – эти факторы очень важны. То есть факторы сосудистые. А предопределять ли они фенотипические и разумные? Эти перфузионные моменты, они могут быть системными и глазными. И на первое место фенотипы глазные выступают. Мы их хорошо знаем. Мы видим, как мы по внешнему виду ДЗН можем судить, будет ли это миопия или местная ишемия, например, фокальная миопеечная. Либо кровоизлияние на диске. Я показывал вам изображения, анатомические особенности. То есть есть диски, которые подвержены в большем мере повреждению. И внешний вид ДЗН. Мы оцениваем это во времени. И вот это изображение, которое получали 20 или 30 лет назад уже. Здесь изменения локальные в ДЗН. Местные ишемические, миопические, нижнее слева. И может быть более, так сказать, общая потеря аксонов в связи с повышением ВГД. Другие изображения показывают 4 основных типа изменения ДЗН. Местные ишемические изменения, миопические изменения, синильно-склеротические и общая атрофия диска. Они происходят сами по себе. И многие диски, которые мы видим, чаще всего показывают нам смешанный паттерн вот этих изменений. Наиболее частое изменение диска – это, в первую очередь, геморрагия на диске, кровоизлияние. Вы видите дефект СНВС. И нижняя вырезка вот здесь. Со временем вот эта вырезка. Часть всего здесь появится кровоизлияние. Это как раз зона уязвимости макулярной, которая – это нижний макулярный регион и парацентральный верхний регион области зрения или района. Это первое, что выпадает из функции или там, где повреждается функция. Справа вы видите вырезка. Как раз на пути к нижнему ободку. И вот здесь как раз сигналом к прогрессированию является кровоизлияние в области диска ДЗН. Кровоизлияние геморрагена ДЗН оценивали как раз в исследовании нормоотензивной глаукона. И в исследовании ПУГ и нормоотензивной. И вот здесь прогрессирование как раз поражения зрительного нерва 0,7 составило. И здесь риск прогрессивного глупления, отношение риска моднофактной модели составило 3,6, аммногофактной модели 2,1 при нормоотензивной глауконе. И, соответственно, наличие кровоизлияния является очень сильным предиктором потери функции зрения. Вот вы видите, кровоизлияние связано как раз с изменениями в ламинокреброзе. Здесь дегенерация происходит. Вы видите классическое кровоизлияние в СНВС. Велчих Хоннер в нашей лаборатории, его команда продемонстрировали взаимоотношения между процессами дегенерации в ламине и кровоизлияниями в диске, в ДЗН. Вот на этом изображении, слева вверху, голубая стрелка показывает кровоизлияние в ДЗН, а красная. Как раз ямки, приобретенные на диске, справа в красном. Как раз ямка в ДЗН соответствует на ОКТ к неправильному прикреплению ламинокреброза. Внизу слева вы видите реконструкцию, 3D-реконструкцию неправильного вплетения ламинокреброза. И вы видите в правом нижнем углу, вы видите кровоизлияние ДЗН. Как раз на краю неправильного вплетения ламинокреброза происходит. Вот именно как раз изменения в решетчатой пластине являются, конечно, причиной кровоизлияния. Геморроген – это сочетание с перепапиллярной атрофией. Это сниженная перфузия пациента с миопией. Вот здесь атрофия парапапиллярная. И как раз все эти изменения в самой широкой области наблюдаются. Атрофия парапапапиллярная нарастает во времени. И вот эта фотография за длительный промежуток времени вытеросширения чаще всего сопровождает истончение СНБС и также изменение ширины аботка нейроретинального. Вот коллеги разные. Изучение базы данных 40 тысяч пациентов и множество полей зрения изменены. Здесь показано. Внизу показано, что кровоизлияние в диск и перепапиллярная атрофия являются низовыми факторами прогрессии у пациентов с глаукомой. И риски там были как раз больше двух. И фенотипы связаны с органом зрения. Фенотипы ДЗН, конечно, разница в диапазоне ВГД, повышенного ВГД. И первое – перфузия. Флуоресцентная ангиография используется для измерения перфузии. Справа вы видите томографию с ангиографией. Это помогает понимать все, что происходит вокруг ДЗН, все, что происходит с клетками и аксонами. И, соответственно, все это повреждается при нарушенной перфузии в области ДЗН. А теперь мы используем ОКТ ангиографии. И вы видите слева изображение перфузии замечательно. Справа пациента уже с серьезными повреждениями перфузии. А мы можем измерять разные функции, не только перфузии. Сейчас множество исследований проводятся по оценке оксигенации, нутритивного статуса ретины. И вы видите, очень много исследований проводится, и у нас появятся вскоре, дай Бог, биомаркеры в помощь. Давайте поговорим о системных фенотипах. Мы знаем множественные факторы риска сердечно-сосудиста, включая системную гипотензию, низкое давление, особенно в ночи. Мы получили доказательства, что лечение гипотензии, снижение давления усугубляет ситуацию у пациентов с глауком. Например, у пациентов с сердечной аритмией, иммерциальной аритмией, у них тоже изменение перфузии центральной системы при сосудистой дезрегуляции, при нарушенной ауторегуляции, базоспазм, мигрень, феномен Рейноа. Все эти состояния прогнозируют, к сожалению, и инициацию глаукома, и ее прогрессирование. Хочу обратить внимание на одну публикацию, Нью-Инглит Джон Том Мэдсен, публикация. Интервенционное на фоне лечения снижение систолическое артериальное давление. Это особое исследование. Но для того, как я в детали, я хочу поговорить о системном артериальном давлении и распространенной глаукомы. Соответственно, исследования сравнивают европеоидов с африканцами, публикационные исследования. И, соответственно, во всех группах измеряли систолическое, диастолическое и среднеприфузионное давление. И увидели, оценивали распространенность заболевания. И вы видите слева нижнее перфузионное диастолическое давление. И мы видим, что снижение диастолического перфузионного давления, чем ниже этот показатель, тем выше риск развития глаукомы. То есть, чем ниже давление, тем выше риск развития глаукомы. В каждой из изученных популяций они были показаны. И наоборот, если давление очень высокое, то есть некая вероятность увеличения риска развития глаукомы. Но в основном риск увеличивается на сниженном АД. Если даже посмотреть в основном на афроамериканской, как Барбадосе, например, где высокораспространенная глаукома и заболеваемость глаукомы, конечно, высокое давление ВГД, высокая выгода связана, но низкое диастолическое и среднее перфузионное давление также в значительной мере увеличивают относительный риск по коксу. Вы видите в три раза развитие глаукомы в этих категориях пациентов. Очень важно понимать и распознавать те факты. В каждой из популяций показано, вот здесь вот в Розеном, в исследовании Барбадосе, в том, что систолическое, диастолическое и среднеперфузионное давление, если они низкие, то они в значительной степени повышают риск развития глаукомы. Итак, среднеперфузионное давление глазное в Лос-Анджелесе. Это исследование ЛАС. Вот здесь вы видите кривую отражающую, и эта кривая показывает, что глаукома начинается на уровне сниженного перфузионного давления. В Тессалонике исследования в Греции пациентов лечили системные гипертензии артериальной, и вот оказывается, что у этих пациентов на фоне терапии появляется значительно более высокий риск прогрессирования глаукомы. Поэтому, пожалуйста, всегда обращайте внимание, как лечат артериальную гипертензию. И здесь ночная гипертензия у пациентов, получающих препараты, повышает риск прогрессирования глаукомы более чем в два раза. И есть очень много исследований в поддержку этих данных. Итак, мы оценивали ночную системную гипертензию, и вы видите авторов исследования. Нэри Чарльз, Корнольдский университет и другие авторы участвовали в мониторинг АДФ в течение 48 часов. То есть 48 часов подряд мониторировали. И магнитуда, и длительность снижения среднего артериального давления связаны с прогрессированием. И вот это как раз очень важный фактор, или черта-признак системного влияния на частные воды. Здесь разнообразие вариабельно сущного АДФ, глаукомная, онконейропатия. Это проспективное исследование, которое провели в офтальмологии, для того, чтобы оценить роль артериального давления и контроля АДФ в развитии глауком. Но это исследование SPRINT. Это интервьюционное исследование. Оценка значений систолического давления. Задача определена наиболее подходящие значения систолического давления. Это рандомизированное, проспективное исследование многоцентрового США. В эти стандартные лечения в США – это снижение систолического давления до уровня ниже 140. А, видите, в этом исследовании была и группа, где снижали давление целевые до менее 120. В офтальмологии мы, конечно, это не используем. Мы говорим о прогрессировании. А здесь в SPRINT вы видите конечные точки, перечисленные. Ну, здесь постоянно мониторировали АД. Здесь весь спектр показан. Но оказалось, группа интенсивного лечения – там меньшее число пациентов умерли. То есть коллеги-терапевты стараются агрессивно снижать артериальное давление ниже, чем рекомендуется, чем целевые значения. Но это, конечно, удлиняет продолжительность жизни пациента, но не усугубляет ситуацию с глаукомой. Вот здесь с глаукомой ситуация выявляет намного хуже. Это агрессия по отношению к глаукомии в США. Результаты этих исследований повлияют на жизнь и судьбу 16 миллионов пациентов. И нас озабочивает перфузия глаза и как это повлияет на глаз. К сожалению, большее число пациентов на фоне такой агрессивной терапии будут ронять ночное систолическое давление в большей мере. И все это очень важно для пациентов с повышенным ВГД. Поэтому мы стараемся взаимодействовать с терапевтами. Мы просим их, чтобы они очень осторожно снижали им давление. Поэтому нужны совместные усилия офтальмологов и терапевтов, чтобы мы обеспечили более-менее корректное введение таких пациентов, не усугубляя глаукомы. Итак, кому практическое применение? Нужно учитывать глазное и профессиональное давление при осмотре. Нужно обязательно историю болезни собирать и знать, как лечить системную гипертензию у пациентов, есть ли у них гипотензия системная, особенно начажная. Есть ли какое-то нарушение регуляции тонуса сосудов и вазоспазма. Нам нужно совместно работать с терапевтами для того, чтобы адекватно контролировать артериальное давление и вазоспазмы. Нужно рассматривать возможность минимального использования местных бета-адреноблокаторов, чтобы минимизировать усугубление глаукомы. Вот симпозиум, который показывает множество замечательных вещей в рамках лечения глаукомы и мониторинга. Ну и в офтальмологии мы используем большие данные, искусственный интеллект, генетику, очень тщательную диагностику. Все это революционизирует лечение глаукомы замечательно. И, конечно, нам нужно отслеживать все изменения в нашей области, которые окажут значительное влияние и на лечение пациентов, на подготовку будущих офтальмологов. Спасибо огромное за ваше внимание. Спасибо за то, что вы смогли организовать такое замечательное событие в конце недели. Желаю вам прекрасных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok